А действительно ли вы придерживаетесь тезис, или это ради красного словца было сказано, что если, допустим, сейчас запретить попсу, как некогда был, рок запрещен, то молодняк весь потянется, потому что запретный плод сладкий будет. Конечно, безусловно. Я не шутил. А? Я не шутил. Я думаю, что это стёб такой. Это не шутка. Да? Да, это реальность. Ну, кажется. Это реальность. Не нужно быть Оруэллом, чтобы придумывать это. Это так. Вот это сделать, и это произойдёт. Потому что всегда запретный плод сладок. Нет, ну в рок-музыке там всё-таки есть то, что называется посланием каким-то. Было? Сейчас нету? Я думаю, оно опять будет. Ну, всегда есть, конечно же. Нет обделённых поколений. Мы это прекрасно знаем. Мы живём со своим поколением, со своими пристрастиями, со своей любовью, со своими нелюбовями, там бла-бла-бла. Новое поколение живёт со своим. Мы для них старпёры. Они для нас тайно, как для наших родителей мы были тайно. Чем мы там занимаемся? Фигнёй какой-то мы занимаемся. Вот и всё. Поэтому, конечно же, есть. Но я не бываю в этих маленьких клубах. Да и делать мне там нечего. Зачем мешать молодым ребятам и девчонкам? Вот и всё. Есть, конечно, но таких мощных ребят, которые целой волной вышли. Я имею в виду своих товарищей по оружию, вот всё наше поколение, которые целой гигантской волной вылились на просторы Советского Союза, такой новой волной, да, не Wave, это тогда всё называлось во всём мире. Это не наблюдается. Но это не наблюдается во всём мире. Это не говорит о том, что ничего не произойдёт. Конечно же, произойдёт. Всегда есть, я придумал тоже сто лет назад развитие популярной музыки, рок-музыки, как синусоида. То есть она развивается до верхней своей точки, потом она идёт вниз, дальше наступает нулевой цикл. После нулевого цикла опять идёт стремление вверх. А когда этот нулевой цикл? Он был или будет? Сейчас он наблюдается, но когда она пойдёт вверх, мы с вами это узнаем, я опять повторяю самого себя. От первого прохожего на улице. Вот когда мы это услышим от прохожего на улице, значит, началось. Вот это началось. Не от человека, который в этом хорошо разбирается. Не человека, который профессионально этим занимается и скажет, знаешь что, послушал вот это, на мой взгляд, интересно. Нет, от человека на улице, от каких-то там людей это будет как фон. И тогда, да, оно пошло вперёд. Вот оно, вот оно, вот оно пошло. И мы всё это увидим. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.